Деревенские рассказы Морозные. Началась она сразу после октябрьских праздников. Снег выпал и потом не таял. И снегопады, снегопады, и снегопады. Все кругом. Снегом замело. Передвигаться было тяжело. Каждый день приходилось чистить снег. В деревне Дунаевка зима переносилась тяжело. Все дрова сожгли за зиму. А зима не уходила. Все ждали весну. А весна не приходила. Март. А на улице мороз. Метель метет. И вдруг Наступили долгожданные Теплые весенние дни. И с весенними днями Наступила радость. Снег таял. Быстро с полей уходил. Реки переполнялись водами. А враги Переполнялись водами. Варда шумела, журчала. Сбегала Вниз С гор В овраги. И через овраги уходила в реки. А потом По рекам уходила В большую Реку Которая называется Волга. И Волга вышла из берегов. И всем стало хорошо. Деревенские в Дунаевке Уставшие От бесконечной зимы Радовались. Теплу Радовались тому, что можно Вот так вот босиком Запросто Пробежать По земле. Ребятишки бегали по деревне. Казалось, что у них на ногах крылья. За зиму они устали От валенок От тулупов От больших сугробов Пока до школы дойдешь Устанешь Снегу много А тут Травка пошла зеленая Птицы поют И все радуются весне От самого маленького насекомого До самого Крупнорогатого скота До Васьки-быка Васька-бык На ферме Самое большое животное И все в деревне Слышали Как призывно Ревел Васька-бык На скотном дворе Иван Сироткин Жил со своей мамкой Он один был у своей мамки Отец у них ушел Когда начиналось тепло Ванька Из своего дома Перебирался Жить На Сеновал Сеновал был на сарае А в сарае Жила корова-лыска Ванька Вставал четыре часа Он помогал мамке И доил корову-лыску Подоет корову И выпустит в стадо Молоко попьет С хлебом белым Залезет Опять на чердак На сеновал И спит Весна Оттуда С сарая Было видно Все вокруг Дом Сироткин Был На самом высоком месте В деревне Деревня располагалась На холме Под холмом Было озеро И вот на этом холме На самой высокой точке Стоял сарай В котором На чердаке Летом Когда было тепло И весной Жил Ванька Сироткин Ванька Сироткин Откроет дверцу Положит голову На бревно Сруба Откроет глаза И смотрит И за один взгляд Он охватывал Очень Много Чего Он охватывал Дальний лес Барский Солдаткин овраг Поля Куда он Летом возил Воду холодную С родников Трактористам Овраг В котором бежала Ихняя речка Из которой Потом сделалось Большое озеро Скотные дворы С правой стороны Поле И Кладбище Вот Ванька Лежал И думал Как же хорошо Весна Вечером будем играть В лапту И Ванька Смотрел А по срубам Сарая Полз Ползла Божья коровка Ванька Смотрел На божью коровку И думал Вот божья коровка Ползет куда-то Живет Весне радуется Ванька радуется Весне Корова Лыска Тоже Весне радуется Вань Когда спускался Доить корову Он ее обнимал Положит голову На спину Корове Лыске И слушает Как работает ее тело Как Улчит Живот большой В котором варится трава Из которого потом Делается молоко Вдыхает запах Лыски И чувствует Настроение ее Большого Красивого животного Корове Лыски Он любил корову Лыску И он чувствовал Что корова Лыска Тоже рада весне Как и эта Божья коровка Все рады Весне В деревне Ребятишки У них Как будто На ногах Крылья выросли За зиму Они устали От тяжелых валенок От шуб Устали От тулупов Устали От неудобного Пальто Устали От снега Который Мешал ходить А тут Иди Беги Легко И ребятишки Бегали И все знали Где находится Кислица Щавель И все знали Где находится Лук Дикий Чеснок Черемуха Начала цвести Хорошо Ванька С мамкой Посадили Огород Редиску Посадили И каждый Вечер На поляне Перед клубом Играют Все Лапту Сусликов Ходили Выливать В общем Праздник Бесконечный Праздник Весны И вот Ванька Лежит Смотрит На речку Которая Изгибается И уходит За горизонт Смотрит На облака Смотрит Как солнышко Освещает Все это Как оно Играет И все По весеннему Торжественно Празднично Приятно Все пахнет Все поет Соловьи поют Черемуха Сирень Земля Как пахнет Ванька С мамкой Сделали Суп Из крапивы Радость Ванька Думал Вот Я радуюсь Ребятишки Все радуются Взрослые Радуются Трава Тоже радуется Трава Радуется Он лежал На сене Вдыхал Запах Сен И думал Что вот Каждая Травинка В поле Это человек У каждой Травинки Есть папа И мама И каждая Травинка Свой род Ведет От сотворения Мира Ванька Был Человеком Думающим Однажды Учительница По литературе Ему сказала Вот Ваня У нас Человек Думающий Ванька Вышел на улицу И говорит Я думающий Как я думаю И Ванька Стал на себя Со стороны Смотреть Как он Думает И вот Ванька Когда лежал Смотрел На деревню Смотрел На поля На леса На речку И думал Вот я думающий Человек Я думаю И мне думается Что в этом Мире Мы все равны Корова-лыск Я Иван Сироткин И Божия коровка Мы все равны И мы все Богоизбраны Мы появились На этот свет Радоваться Долгожданной Весне И Ванька Радовался Но Эта радость Закончилась Неожиданно Для Ивана В школе Оставалось уже Учиться немножечко Каникулы должны были Начаться Директриса Суровым выражением Лица Подошла к Ивану И сказала Ваня В понедельник Пригласи маму В школу Будет педагогический совет Будем рассматривать Твое поведение И предупреди маму Что будет Представитель Горано Она посмотрела Сверху вниз На Ивана И ушла Иван Когда осознал Сказанное У него Праздник Кончился У него был Каждый день Праздник Каждая минута Праздник Каждая секунда Он вкушал Этот праздник Весны И все Кончилось Все стало Серым Он птиц Не слышал Как поют Он запах сирени Перестал чувствовать Вызывают На педсовет И представитель Горано Будет Ванька не помнит Как оказался у себя На сарае Лег на тулуп Укрылся фуфайкой Закрыл дверцу Он устал Он уснул А когда проснулся Ему было Нехорошо Он думал Как это так На педсовет Мамку вызовут Как он ей скажет Что будет представитель Горано Слово Педагогический совет Звучало угрожающе А представитель Горано Как приговор Ванька вспомнил Что здесь После войны Был страшный голод Умерло на одной улице Двадцать восемь человек Рассказывали Что умерли В основном Эвакуированы За три колоска Украденных в поле Могли дать Десять лет Голодно было После войны Здесь И дядя Аркаша Брат Манки Украли На колхозной маслобойке С приятелем По килограмму масла Дядя Аркаша Спрятал На сеновале Колхозном Масло свое А его друг Закопал У родника В песок Там прохладно И никто не догадается Двоеродная сестра Манки Евсеева Наталья Зачем ты залезла На сеновал И нашла это масло Она не знала Что это дядя Аркаша И сообщила взрослым А взрослые сообщили Куда надо Из райцентра Приехали Представители И эти представители Пытали дядю Аркашу Одели на него Противогаз Дядя Аркаша Не выдержал Рассказал Про своего друга И что он масло Спрятал В песок у родника Но в песке У родника Масло не нашли Собака унюхала И съела Приятелю Дяди Аркаши Ничего А дядю Аркашу Отправили Строить ГЭС Имени Ленина В Жигулях Дяде Аркаше Тогда было 16 лет На строительство ГЭС Он заработал Много денег Еды купил Домой привез Налоги Всем оплатил И вот Ванька лежал И думал Как же мамке То скажу я Он не хотел Чтобы мамка Расстраивалась Осталось Три дня И Ванька Думал И придумал Он Подойдет К маме В понедельник Утром И скажет Мама Тебя в школу Вызывают В два часа Чтоб ты была там Мамка скажет Хорошо И уйдет На работу А потом В два часа Она придет А там уже будет Будь что будет Так и получилось В два часа Ванька ждал Мамку в коридоре В школе Пришла мамка А из кабинета Географии Вышла Тамара Владимировна И сказала Заходите Ванька с мамкой Зашли В кабинет Географии Ванька встал К доске Рядом стояла Мамка Ванька опустил Глаза В пол В ноги опустил Но он видел Что в школе За партами Сидели педагоги Они еле Помещались В парт Если бы не так Трагично было бы Ванька бы посмеялся Что за партами Сидят взрослые люди Но на самой последней парте Сидела представительница Горано Она была одета Во все черное Взгляд у нее был строгий И она что-то записывала В тетради Периодически поднимала И осматривала всех Ванька посмотрел На мамку Манки На шее были красные пятна Директриса Тамара Владимировна Сказала Уважаемые педагоги У нас В школе Есть Проблема Советская власть Говорит нам У нас есть Привилегированный класс Этот класс Привилегированный Дети Все для детей Вы же знаете Какие у нас Хорошие обеды Бесплатные Учебники Для детей Бесплатные Вот нужно Ученику Учебники Идет он в библиотеку Берет учебники Отучит субботу А потом иди сдай Другой придет Учиться по этим учебникам Одна беда Вы посмотрите на парт Все парты Изрисованы У нас не художественная школа И у нас есть на чем рисовать У нас есть альбомы Ну на промокажке что-то нарисуй Нет на парте рисуют Всегда Первого сентября Я предупреждаю Дети Рисовать на партах В учебниках И на стенках У нас нельзя У нас не художественная школа Хотите рисовать Рисуйте В альбомах Ну что делают В учебнике литературы Великому русскому писателю Лермонтову Рисуют тусы Чапаева А в учебниках математики Ответы пишут Уравнение решают А в туалет Посмотрите Что там Творится Это что В туалете Инопланетяне рисуют Стыдно зайти Вот Посмотрите И она показала на Ивана У нас В школе Есть уникальная карта Нам ее подарили Шефы Шариково-Подшипникового завода В области у нас таких Только три эксклюзивных карты Это Ваблано У шефов на заводе Шариково-Подшипниковом И у нас Они приехали Торжественно нам подарили Эту карту Карта Советского Союза Нашей Родины И Европы И вот посмотрите Что сделал Сироткин Иван Он голубей Нарисовал на карте Что скажут шефы Когда приедут Мы вам такую карту Уникальную Торжественную На линейке подарили Во всю стену Кабинета географии А вы взяли И разрисовали Ван Скажи пожалуйста Что творится В твоей Белобрысой голове Вот объясни Педагогам Зачем ты Испортил Эту карту Ванька смотрел На педагогов А у него Голоса не было Он начал говорить А голос не рождался Изнутри Он прокашлялся И начал Говорить Как мог Сначала невнятно А потом Стараясь Старался говорить Доходчиво И понятно Я сказал Ваня Летом Ночую На сарае На сеновале У меня оттуда Всю деревню видно Солдатки на враг видно Барский лес виден Поле видно Тамара Ивановна говорит Да при чем тут Сеновал Ваня Ты голубей Зачем нарисовал Ты нам расскажи Зачем ты голубей Нарисовал И Ванька стал продолжать Мне оттуда Сарая Все видно Скотные дворы Поле И Кладбище видно Тамара Ивановна опять Ну что ж ты Ваня Ну ты про голубей Это нам расскажет При чем тут кладбище Михаил Самолыч Учитель немецкого языка Он Войну Окончил в Берлине Был военным Переводчиком Он сказал Тамара Ивановна Ну дайте ему высказаться Пусть расскажет И Ванька стал продолжать Я сидел У себя на сарайе И увидел Как Загорелась трава Тамара Ивановна Смотрелась Недорожумением А Ванька продолжал Трава Трава Загорелась Трава Перекинулась На кладбище И загорелись Кресты Лето у нас Нынче То есть Весна у нас Нынче Бурная Солнечная Трава высохла И загорелась Мы вон Огород уже посадили И мамка сказала Да мы огород посадили Он у меня работящий Редиску посадили Он у меня хороший Тамара Ивановна Говорит Вы Расскажите пожалуйста Про голубей И Ванька Стал продолжать Я взял фуфайку Соскочил в сарай И пошел Тушить Огонь Огонь потушил А кресты Не тушатся Я вернулся Обратно Взял ведра С водой Улызки И этой водой Кресты потушил Тамара Ивановна Говорит А при чем тут кресты А Михаил Самовыч Говорит Ну Тамара Ивановна Пусть он расскажет И Ванька продолжала Я И все Вдруг Насторожились Им стало интересно Чем же этот рассказ Кончится И Ванька продолжал Я вдруг Озадачился Почему Про-про-бабушке крест Есть Она здесь Лежит Про-бабушке крест Есть Про-про-про-бабушке Есть И бабушке Есть А про-дедушке Рядом нет И про-про-про-дедушке Нет Одни только Про-про-про-про-бабушке И я пошел Гришин Деду Дед у нас Гришин Самый взрослый Самый старший В селе Он родился Давно Он все знает И дед рассказал И тогда Ванька подошел Кать И показал Вот это Мой дед Он погиб Под Краснопольем И все посмотрели Краснополью И нарисованный Голубь А это Мой прадед Он погиб С генералом Самсоновым На Украине А это Мой про-продед Он погиб Заброшенный Во Францию С 40-тысячным корпусом Он оттуда Не вернулся А здесь Погибли Братья Моей бабушки Дед Андрей Дед Сергей И дед Николай А это Расславль Здесь Дед погиб Иван А это Наша деревня Сказал Ваня Здесь У деда Ивана Который Погиб В концлагере Расславля В распределительном Немецком Фашистском Лагере Он умер С голоду Здесь В деревне Дунаевка Умерла Его жена Тетя Уоля И он Показал На большого Голубя А это Чуть поменьше Были голуби Детки Деда Ивана Они тоже Умерли с голоду Поели Проросших Колосков И все Они положены На этом Кладбище Ванька Ванька Погиб Мне рассказал Дед Гришин Вдруг С грохотом Спартный Встал Михаил Самолыч Он Хромающей Походкой Подошел К карте И тоже Большим Жирным Фломастером Синим Начал Рисовать Голубей Он Рисовал Молча Тамара Тамара Владимировна Смотрела Как Михаил Самолыч Рисовал Голубей Потом Встал Физик Он Тоже Подошел И стал Рисовать Голубей Потом Педагог По математике Подошел И тоже Стал Рисовать Голубей У Михаила Самолыча Забрал Фломастер Уборщица Забрала И тоже Стала Рисовать Голубей И все Педагоги Встали И рисовали На карте Голубей Потом Встала Представительница Горанол Она Взяла Фломастер И тоже Начала Рисовать Голубей А потом Все Растелись На места И в классе Воцарилась Тишина Карта Была Синяя И от Голубей Минуту Две Или Три Или Была Тишина И вдруг Эту Тишину Нарушил Всхлип Представительница Горанова Представительница Горанова Плакала Прошло Много Времени Иван Уехал В город Получил Высшее Образование Жизнь Была Непростой У него Появилась Семья Дети Работа И вот Когда ему Исполнилось 50 лет Он Решил Навестить Свою Малую Родину В деревне Дунаевка Он Обнаружил Всего Два Дома В котором Доживали Свою Жизнь Старики А внизу Озеро Школа Крыша У нее Рухнула Он Зашел Коридор Школы И заглянул В кабинет В классе Не было потолка Он видел Голубое небо В котором Бегут Облака А в центре Класса Была большая Куча Грязная И в этой Грязной Куче Среди Гнилых Бребен Досок Он Увидел Обрывки Карты Его Большой Родины Советского Союза Карта Была Порванная Грязная Заваленная Мусором Но Ванька На ней Увидел Нарисованных Голубей Деревенские Рассказы Голубя Прошу прощения За грехи Импровизация Редактор субтитров